добрый день дорогие друзья приветствую экономики здравого смысла с вами ярослав романчук будьте с нами подписывайтесь на наш канал и мы начинаем сегодня тема 7 раз куснуть один раз лизнуть это режим взаимоотношений лукашенко и бизнеса лукашенко в очередной раз вроде бы выступил на защиту бизнеса сказав что вы комитета госконтроля и всем контролирующим организациям нам не нужны штрафы нам нужна эффективная качественная работа предприятий мол до него дошло что кошмарят бизнес загоняет под плинтус щипывают как гусей поэтому естественно лукашенко жалуется и лукашенко в данной ситуации решил вот приказ применить прибегнуть к тому самому лизнуть раз подлизаться или похвалить или защитить а вот то что 7 раз до этого значит он три отрезал то есть загонял под плинтус разорял значит садил в тюрьму об этом конечно же в данном выступлении своем не говорит но такой режим позволяет лукашенко держать под контролем практически каждый вид боль сколь нибудь значение коммерческой деятельности кого-нибудь предприятия потому что он вот это вот щипать или кусать делает для народа потому что вот вот смотрите какие-то красные директора плохо работают опять-таки посредников наделали опять фирмы прокладки наделали я и мол говорю как нужно работать они не слушают меня они постоянно разбастились вот и злоупотребляют и очка втирают все виноваты кроме лукашенко и вот когда все контрольные органы как церберы спускаются и грызут этот белорусский бедный бизнес и производителя естественно тут не бывает без перегибов перегибы это одно сплошной перегиб и когда идет обратная реакция тех же руководителей предприятий финансовых директоров министерств говоришь мол ну что как можно работать если там тебе проверки там душа проверками проверки отвлечения от работы бухгалтера и директора и работники нормально работать не могут и получается что вот есть необходимость и лизнуть и вот лукашенко иногда прибегает к тому как якобы он выступает на стороне производителей товаров и услуг и даже предпринимателей потому что я честно говоря не ожидал такой щедрости от списка тех видов деятельности которые можно будет заниматься индивидуальным предпринимателем причем делала еще одна говорка говорка что вот мы принимаем и будем внимательно слушать бизнес какие виды деятельности еще можно поручить индивидуальным предпринимателям представляете вот такая щедрость чего бы друзья такое вдруг случилось неспроста это делается в накануне политической кампании под названием выборы безусловно в кавычках потому что лукашенко понятное дело он там вот эти 20 25 процентов его железобетонных большевицко-марксистских товарищей есть и они никуда от него не уйдут разве он только там откажется публично и сожжет на костре манифест и какую-нибудь ленинскую работу вот тогда только не скажешь что ты что-то с лукашенко это подменили да а вот подлизываться к другим вот почему бы нет тем более если это выглядит как защита как способ наведения порядка среди силовых структур вот этим занимается вот поэтому 200 там 50 тысяч чипы которые есть но будет там 200 тысяч но тем не менее эта группа экономически активных людей останется за ней так контроль они так там оптом не будут заниматься ну ничего будут оптовики как раз силовики люди фражка в погонах вот поэтому опять таки будут сети под контролем все в этом речь друзья все только об одном вещи чтобы только был контроль поэтому лукашенко когда вот он кнут и пряник использует да конечно же кнут используется гораздо чаще и гораздо пуши масштабнее ну а пряники раздаются тогда когда нужно вот сделать вид что царь то справедливый что вот он же не только говорит загинать под плинтус и разорять да а говорит также защищать от тех нерадивых или ретивых контролеров которые собственно этим злоупотребляют является ли это адекватной мотивации в сегодняшнее время и будет ли в белоруссии вот от такого от такой защиты благоприятный инвестиционный климат конечно же нет лукашенко сегодня сказал нужно защищать и не проверять а завтра сказать а чего вы не проверяете и вот он так постоянно работает я помню когда было 23 года когда не было проверок это было такое знаете очень благоприятное время для бизнеса потому что они знали что нельзя проверять всем точно нельзя было хотя там ну понятно дело отдельные были но вот так только такой режим может действовать но лукашенко даже в такой ситуации не может так лизнуть бизнес чтобы приказать запретить проверки поэтому друзья бизнес щемили бизнес щемит и бизнес вертикаль власти на имени зао семья будучи мить спасибо большое за принимаю ваше внимание экономика здравого смысла будьте с нами подписывайтесь на наш канал же беларусь слава украине и господи